Здравствуйте, уважаемые трейдеры, инвесторы. Меня зовут Виталий Кухта. И как всегда у нас иногда по пятницам идет программа «Открытый микрофон». Мы говорим про трейдинг. Напомню, сегодня у нас 12 февраля. Сегодня начинается по китайскому лунному календарю год БК, металлического БК. Поэтому всех поздравляю. Как всегда, мы по пятницам стараемся делать обзор рынка, какие-то торговые рекомендации. Также мы не только делаем анализ рынка, мы еще и обучаемся на этом. Я рассказываю некоторые фишки, как я понимаю рынок. И таким образом мы не только можем зарабатывать на аналитике, торговых рекомендациях, мы еще и обучаемся. Также напомню, кто смотрел наши битвы аналитиков на текущей неделе, на прошлой неделе, у вас есть возможность обучиться такому пониманию, как у меня. После курса обучения, да, вы можете на сайте Кухта Кепитал посмотреть в разделе обучения от Виталия Кухта, а также от Марии Кухты. Есть вся информация по обучению, вся программа. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете мне написать в мессенджер, телеграм или фейсбук. Я отвечу на все ваши вопросы, и можем пообщаться по скайпу и обсудить. Итак, давайте придем сразу к рынку, да, обсудим самые, скажем таки, интересные инструменты. Сегодня я бы хотел обсудить индекс доллара, евро-доллар, да, они в принципе очень одинаковые. Также я хотел обсудить нефть и американский индекс S&P 500 с индексом ВИКС, страхом, да. Итак, давайте начнем с индекса доллара. На текущий момент, как я уже говорил в среду, кто смотрел битву аналитиков, я ожидаю рост индекса доллара, но этот рост, пока я смотрю на него как коррекционный, да. У нас было с прошлой недели, точнее с пятницы, и на этой неделе продолжилось достаточно сильное движение вниз по данному активу, да. И, ну, такое движение, скажем, в 140 пунктов, да, я бы хотел, чтобы это движение все импульсное дало коррекцию. Поэтому можно, как я уже сказал в среду, можно заработать на коррекции. Ну, я там конкретно обсуждал евро-доллар, да, можно заширтить или там купить индекс доллара с текущих, и мы можем прокатиться там около 50-60 пунктов, да. То есть до отметки, вот если взять вот так, уменьшить график, то мы можем вот таким чудом сделать это, да. Вот с текущих купить, и вот где-то в эту область, в область трендовой линии, да, в область вот этого сильного уровня сопротивления мы можем, да, прокатиться. То есть где-то до отметки там 91, плюс-минус можем чуть-чуть повыше зайти и так далее. И после этого я уже буду наблюдать и, возможно, буду продавать индекс доллара на обновление вот этих минимумов, да, локальных там в районе там 90, и, возможно, в районе 89, да. Но я уже буду по факту смотреть, так как мы можем условно не нарисовать точку входа по моей стратегии, да, и так далее. И все может быть. Если не нарисуется, уйдет без меня ничего. Альтернатива может, мы можем уйти наверх, да, вот так и так далее. Поэтому я буду осторожный. Я в среду давал лимитки, да, по евро-доллару. Ну давайте, также есть как вариант, мы можем с текущих падать, да. Не исключаю, что будет такая коррекция. Мы можем и сегодня начать падать. Вот у нас есть такой ключевой локальный уровень. Это вчерашний хай и позавчерашний хай. Это 90.45, да. Если мы все-таки закрепимся ниже данного уровня, сегодня там на часовиках, то я не исключаю снижение без какой-то коррекции. Такое тоже, в принципе, возможно, да. Поэтому нужно понимать, если вы покупаете с текущих на какую-то коррекцию, если хотите взять эту коррекцию, то нужно ставить обязательно стоп-лоссы небольшие, так как у нас возможно снижение. Вот, к примеру, давайте к евро-доллару вернемся, да. Вот евро-доллар. Аналогично индексу доллара. Я говорил в среду на битве аналитиков, что у нас прошел импульс, и я от него ожидаю коррекцию, да. И где-то в этой зоне я буду покупать евро-доллар, если нарисуется точка входа. Ну, на битве аналитиков я давал лимит куда-то, так как нету возможности, скажем, все время быть в рынке в обзорах и так далее, да. Плюс я говорил, что возможно заширтить евро-доллар в среду, вот здесь, да, и взять вот эту коррекцию. Это сделка рискованная, но, скажем, я своим подписчикам, мы активно обсуждали евро-доллар, я говорил, что можно взять небольшое снижение по данному активу, да. Плюс у нас здесь есть дивергенция, да. Она уже, в принципе, себя отработала, поэтому можно было шаркать в среду или в четверг. Вот мы активно, я предлагал своим клиентам и ученикам рассматривать шорт данного актива. Но это рискованная сделка. Напомню, аналогично может быть, как по индексу доллара, да, мы вниз и потом наверх, но я уже здесь буду смотреть за точкой входа, буду искать какой-то паттерн. И альтернатива какая, мы можем уйти сегодня с текущих в лонг, как я уже сказал, по индексу доллара, вот так, да. Это не исключаю, поэтому, если кто там шаркит, обязательно ставить стоп-лоссы небольшие, так как если мы будем расти, то очень сильно. Поэтому вот так. Индекс доллара, евро-доллар, пока локально вижу укрепление доллара. Возможно, это локальное укрепление может превратиться в нелокальное, среднесрочное, поэтому это нужно понимать. Нужно, так, доллар-франк аналогично, он мне неинтересный, но в принципе все моменты одинаковые по всем практически активам. Дальше. С индексом доллара и евро-долларом закончили, и работаем на рост доллара плюс нефть по нефти. По нефти это логично. Я уже говорил, что жду снижения по данному активу, снижения, скажем, в формате среднесрочного, да, долгосрочного, если посмотреть на дневках. Мы по нефти пробили нисходящий канал, который был там последние два года. Я думаю, что это, возможно, ложный пробой. И когда мы уйдем ниже данной трендовой, здесь, я думаю, будет реализация очень-очень хороших шортов по данному активу. Плюс у нас здесь присутствуют дивергенции, там она еще сохраняется, она по бренд, палать немножко поломали. Вот на часовиках уже идет реализация этой дивергенции. Я говорил еще с понедельника и в среду, что нефть, возможно, пробуют чертить, но это сделка рискованная. Это я говорил в пятницу, в понедельник и в среду, да. А вот вчера своим подписчикам я давал шорт нефти, так как появился, ну, скажем, такой не суперсигнал, а неплохой сигнал на снижение по данному активу. Что это за сигнал? Давайте я вам сейчас расскажу. Здесь есть два момента по моей стратегии. Небольшой локальный сигнал и по свечному анализу. Давайте дневной график мы включим. Есть такой свечной паттерн, как дочь. Там есть несколько видов доджа, да. Вот, допустим, смотрите, там стрекоза и так далее. Это можно изучить. Допустим, если у нас идет тренд вверх, да, идет, идет, да. И в какой-то момент рисуется дочь. То есть он может быть с маленькими тенями, с большими тенями, тени в разные стороны и так далее, да. Если после этого доджа можно пробовать шортить, как было вчера, да, но это достаточно рисковно. И нужно подождать следующего медвежья бара. Если у нас рисуется следующий медвежий бар, то это означает, что можно шортить данный инструмент. И мы, в принципе, это вчера и делали. Прямо перед закрытием рынка, там где-то за 3 или 2 часа, да, я предлагал шортить. Плюс там небольшой локальный импульс пошел, мы пробили поддержку, поэтому у нас возможен шорт. Поэтому поизучайте, в принципе, кому интересно. Мы вчера, кстати, активно обсуждали это нефть, а там информацию по обучению в клубе ученикам предоставлял. Поэтому вот так. Обязательно ставить стоп-лоссы, потому что это контртренд, да, и нефть может сегодня или там завтра улететь и наверх. Поэтому мы ставили стоп-лоссы. У нас нет такого, что мы без стоп-лосса торгуем. Стоп-лосс уже на текущий момент небольшой, но как бы вот так. Что касается нефти. Пока ожидаю снижения. Небольшой сигнал есть, но не супер. Вот так, отметочка. Кому интересно по поводу, что такое надежные сигналы, на которых можно зарабатывать хорошие проценты. Они рисуются не каждый раз. Их нужно умеждать. Есть более, скажем таки, слабые сигналы, есть агрессивные сигналы на заход в рынок. Это нужно понимать. Такие сигналы я советую ученикам и сам торговать небольшим объемом. Почему? Потому что у них вероятность отработки небольшая, но так как рынок трейдеру всегда, большинство трейдеров хочется поторговать, скажем, заработать на этом. Хотя я учу, чтобы трейдеры старались торговать более надежные сигналы. Как-то вот так. Дальше. Ну и бренд, как и лайт, в принципе, у них аналогично. Ну даже лайт чуть-чуть красивее. По бренд еще сохраняется дивергенция на дневном тамфрейме. На часовом тамфрейме мы ее, в принципе, уже отработали. Вот дивергенция рисовалась с прошлой недели и текущая неделя. Мы чуть-чуть начали падать. Что это будет? Или очередная какая-то коррекция? Мы дальше наверх или разворот? Время покажет. И, в принципе, я буду держать всех в курсе, держать руку на пульсе. Ну, в обзорах следующих, там, на битве аналитика. Я буду нефть обсуждать, если мне будет интересно. Дальше. Нефть. Прошли S&P 500. Что интересное по S&P 500, сейчас расскажу. А самое интересное, это творится на индексе WIX, индекс страха. Напомню, я его активно торгую. Активно торгуют мои подписчики, ученики. Почему? Этот актив в последнее время рисует очень хорошие паттерны. Паттерны в лонг. В шорт я его практически не торговал. Хотя тоже бывали паттерны. Но что здесь интересного? Кто смотрел меня с начала 2020 года, я говорил, что индекс страха смотрится на прострел. То есть у нас было очень большое накопление. Мы с него выстрелили. И на текущий момент у нас аналогично в 2021 году, еще с прошлого года, у нас идет очередное накопление. Она может затянуться еще на весь 2021 год. Так как было у нас в 2018-2019 году. Может еще больше. Но с этого накопления я ожидаю очень сильные прострелы. Аналогично в район 80 пунктов. Поэтому на низах вот этой проторговки уровня 22, там плюс-минус, возможно какие-то задерги будут ниже. Я думаю, это такой очередной минимум, как был в 2018-2019 году, где отметка была в районе 12 плюс-минус, там несколько пунктов. Аналогично здесь. И мы с этого момента должны хорошо развернуть рынок, как было в 2020 году. Коронавирус, да, развернул S&P 500 на более чем 30%. Все очень испугались. Я думаю, что это будет в ближайшее время. Но это долгосрочная перспектива. Поэтому стоит покупать индекс страха на хороших снижениях. К примеру, позавчера мы обсуждали данный индекс с учениками. В принципе, вот уже пошла реализация небольшая. Мы практически где-то на отметке 23-24 обсуждали. У нас сегодня 27. То есть практически 10, более 10% у нас выстрелило. Вот, и мы уровень хорошо удержали 22.50. Что касается индекса S&P 500. Шартили мы данный индекс. Модель не супер надежная. Почему? Потому что нет дневного тамфрейма. Есть только локальный наш один. У нас был в среду на новостях, скажем, по инфляции. Да, выходила в среду инфляция. Якобы должно все плохо влиять на доллар. Да, и так далее. Но рынки, как мы видим, евро, доллар, индекс доллара обратную реакцию дают. И мы здесь зашли с очень коротким стопом по индексу S&P 500. То есть мы не торгуем там без стопов. Вот конкретная рекомендация была подписчикам в чат. Вот, сейчас я покажу. Так, вот. Вот мы в четверг шартили. Около обеда данный индекс. Стоп-лосс у нас небольшой. Стоп-лосс я ставил на отметке 39.30. Заходили мы где-то в районе там 10. 39.10, 39.13. По факту там где-то была цена 15-17 торговалась. То есть там можно было зайти со стопом около 13-15 пунктов. По S&P 500 это очень маленький стоп-лосс. А словить можно здесь, скажем, и хорошее движение вниз. Будет это движение коррекционным, скажем, как было условно на позапрошлой неделе. Вот здесь мы аналогично, я говорил о шартах, мы сделали движение вниз, там около 200 пунктов. Посмотрим, возможно мы сейчас сделаем такое движение около 100-150 пунктов и дальше уйдем наверх. Или это будет пик какой-то по данному активу. Время покажет, да. Почему мы пробуем с таких локальных паттернов шартить. Вот напомню, начало 2020 года, вот здесь S&P 500, вот как раз февраль у нас на текущий момент аналогично февраль, у нас S&P 500 вот здесь развернулся с локального там фрейма, да, аналогично. Вот здесь вот если посмотреть вот эту дневку за 20 февраля 2020 года, вот наш один посмотреть, мы уже с учениками это разбирали и я говорил ранее, там аналогичный был паттерн и мы с него начали снижение на 1200 пунктов. То есть это 30%, чуть даже больше. Поэтому на текущий момент не исключаю аналогичное снижение по данному активу, плюс индекс страха тоже подпитывает страх на рынке. Вот S&P 500 вчера там чуть-чуть снизилось, а как мы видим индекс страха, ну выстрелил так прилично, там более 10%, да, даже больше. То есть если брать не тот момент, который мы с ребятами обсуждали, вот вчерашнее закрытие 23 условно, да, на 27, 4 пункта, это практически 15% по данному активу. Это учитывая плечо, можно очень хорошо заработать. Поэтому вот так как-то, да, пока вижу локально рост доллара, не исключаю, что он может и быть глобальным, этот рост доллара. Буду уже по факту смотреть, с текущих не покупаю евро-доллар, буду смотреть на откате, как я уже говорил, аналогично индекс доллара, да, сделаем такой итог. Буду смотреть на откате, можно с текущих заработать на, скажем, на коррекции, мои подписчики уже зарабатывают. Ну и нефть, как уже сказал, сидим в шортах, индекс S&P 500 аналогично, ученики и клиенты сидят в шортах. Поэтому вот как-то вот так. Самые интересные активы на текущий момент, я думаю, вот эти. Поэтому всем, у кого будут какие-то вопросы, обращайтесь. Напомню, что в обучении мы обучаем вот такие три аспекта. Это торговые стратегии, основанные на импульсах и коррекциях. Также мы изучаем сантимент, да. У меня есть очень много моделей торговых, которые мы изучаем, графических паттернов, да. Второй момент – это психология, так как это один из самых важных факторов на рынке. Без нее там любая стратегия, она вам не поможет. Третий момент – это риск менеджмент. Мы четко обсуждаем, да, как его применять в торговле. Ну и плюс у нас есть возможность общения в клубе, общения в личку. Напомню, обучение, все идет персональное, да. Каждому ученику идет подход разный. Да, индивидуальный, почему? Потому что я заметил, в каждой по-разному. То есть кто-то очень быстро схватывает на лету, кто-то медленно, кому-то нужно разжевать один момент очень долго и так далее. У кого-то такая психология, кто-то может только интродэй торговать, кто-то среднесрочный. Есть много учеников, которые работают на основных работах и хотелось бы параллельно зарабатывать на рынках. И нет времени уделять там ежедневно возле монитора, да. Я считаю, это и не нужно, и это, скажем, минус в том, что вы, скажем, заработаете не больше, если вы активно торгуете. Поэтому вот так пишите. Если нужна какая-то консультация, мы можем пообщаться там 10-15 минут, возможно, больше, если будет интересный собеседник, да. Отвечу на все ваши вопросы. Итак, с вами был Виталий Кухта. До следующего обзора с вами был проект «Открытый микрофон» про трейдинг. До следующей пятницы, до следующей битвы аналитиков. Продолжение следует...